Старые троллейбусы закупила Харьковская мэрия. За каждую бэушную машину заплатили по 2 миллиона гривен. Для сравнения, новые стоят 5. Никто, возможно, и не обратил бы внимания на цену, если бы не одно «но». Точно такие же троллейбусы другим городам обошлись на порядок дешевле. Всё выясняла Светлана Шекера. О пополнении троллейбусного парка харьковские власти отчитались на официальном сайте мэрии. Мол, купили 10 бэушных машин из Чехии. По 2 миллиона гривен за каждый. Все после капремонта. И прослужат ещё минимум по 10 лет. В Харьковском антикоррупционном центре эту закупку проанализировали. Такие же троллейбусы, отслужившие в Европе, закупили и другие украинские города. Но значительно дешевле. Например, в Ривне за один заплатили 670 тысяч. А в Тернополе и того меньше. Около полумиллиона. Порядок цен от 600 тысяч гривен до миллиона. В Запорожье миллион гривен. Когда в Херсоне громады увидели, что такие троллейбусы планируют поставить по 1,1 миллион гривен, они очень оборвались и не дали поставку сделать. Начинка, я скажу, в многих местах Украины и в Харькове не отличается. Комментировать, почему так дорого обошлись 30-летние троллейбусы городу, в мэрии нам отказались. Зато в эфире новостей на местных каналах директор Депо расхваливает выгодную покупку. Новый троллейбус стоит одиночный порядка 170-180 тысяч евро. И если по сегодняшнему курсу посмотреть на эту стоимость, то, конечно же, троллейбус значительно ниже. Члены антикоррупционного центра уже обратились с заявлением в полицию. Там начали расследование. Открыли уголовное производство по статье «Растрата путем злоупотребления служебным положением». На данный час на підставе ухвали суду вылучена та вивчается документация конкурсных торгов по закупивлі троллейбусів. Проводятся допыти службовых осіб та членів тендерного комитету. Кроме того, для визначения вартостей вказанных пассажирских троллейбусів призначена та проводится автотоверознавчая экспертиза. Если вину должностных лиц, переплативших за троллейбусы, докажут, им грозит до восьми лет тюрьмы. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков.